коллеги всем добрый вечер у нас сегодня произойдет знаменательное событие сегодня россия вырвется вперед в гонке за общий искусственный интеллект потому что через 23 часа начнется ежегодная конференция по общему искусственному интеллекту калифорнии вот кстати начнется она с нашего семинара в 9 часов по калифорнийскому времени и в 11 часов по новосибирскому соответственно 7 часов по московскому вот она 23 часа раньше то бишь сейчас мы начинаем наш семинар с рассказом альберта ефимова про пастюринговую робототехнику впереди планеты всей пожалуйста альберт вам слово спасибо большое дорогие друзья я долго добирался до этого семинара я пришел сюда безусловно для того чтобы быть подвергнут критики потому что иначе мне кажется на такие семинары и ходить нечего поэтому я буду признателен за абсолютно любые критические замечания которые вы мне дадите значит также очень хочу отметить что . зрение которое я сейчас высказываю никакого отношения к моему работодателю зубербанку россии не имеет значит это является исключительно результатами моих собственных исследований которые являются просто над некоторой наукой которая как мне кажется релевантным для всего сообщества поэтому пожалуйста не ставьте знак равенства я ничего не пропагандирую для вас вообще у меня нет никакой повестки это связи с публикацией в газете ру которая была про меня обвинили что я типа пропагандирую сбербанк и все такое но честное слово никакого отношения не имеет сейчас секундочку значит два слова хочу сказать своем научном руководителя давид израиль дубровский это все его знают значит даже даже несмотря на то что может быть не все имеют эту фамилию на слуху значит все слышали про его знаменитый спорт спорт с ильенковым эвальдом ильенковым в конце 60-х годов ну мне так кажется да не только мне что давид израиль чего в конце концов выиграл спор был об идеальном он в 60-х годах вышел просто философский спор на уровне цк кпсс но давид израиль чего выиграл исключительно из-за того что был приверженцем и сейчас есть приверженцы высочайшей научной честности это один из самых выдающихся российских философов мне просто я не знаю почему мне повезло но он взял меня в качестве аспиранта и все что я сделал сделано действительно вместе со сотрудничестве вместе с ним значит хочется некоторую критику сразу которая шла и в том числе и в сообществе я слышал а вот пришел один философ который нам сейчас здесь математиком инженером расскажет про философию такая вот беззубая философия в 1887 году я закончил вторую школу физико-математическую школу в москве если может быть люди пожилого поколения помнят что это такое и я мечтал поступить на философский факультет ну надо просто понимать что я прямо мечтал об этом но к сожалению для людей моего поколения это было невозможно по ряду причин которые от меня совершенно не зависит поэтому так же как все математики из старой школы я поступил мира закончил прикладную математику немного учился работал за границей значит как в ту пору когда я работал в сколково я мои основные статьи они удивительно посвящены экономике инноваций но на самом деле просто нравится писать статьи потому что если я сталкиваюсь с чем-то необычным то я обычно просто пишу научную статью и собственно этим все и объясняется значит сколково я поскольку просто моя специальность похожа на чуть-чуть на робототехнику прикладная математика я начал изучать роботов с 12 года то есть в целом робототехнике 12 лет значит и когда меня в сбербанке спросили в 2017 году слушайте вот там вы в сколково сделали центр робототехники можете сделать у нас тоже один мне было сложно очень им отказаться ну по совершенно ряду причин кроме этого я завкафедры прикладной математики миссис но прикладная математика как и сказать моя специальность значит почему я это сделал потому что если вы не работали в современном университете вы не понимаете тогда чем вы говорите смысле образования и инновации и в целом я немного разбираюсь как работает современный университет в основном если я не говорю сейчас про статьи но в основном мои патенты это все-таки робототехника такая tried and true кондовая робототехника которую мы делаем в сбербанке она предназначена для каких-то очень полезных очень прикладных вещей то есть в отношении робототехники я очень прикладной человека я не делаю ничего того что востребована наука но скорее востребована бизнесом значит но когда я первый раз поговорил с давидом израильчем на тему робототехника была у меня в лаборатории несколько лет назад когда мы с ним познакомились значит он сказал слушай подожди ну вот то что ты делаешь это в целом защищаемая тема я сказал ну как так совсем не охота было тогда заниматься кандидатской диссертации значит ну говорит ну вот есть какая-то наука и когда я стал копать в этом повнимательнее выяснилось что в конце концов действительно есть небольшая наука в этом она очень небольшая подчеркиваю она прям я то что я сделал в зачатушем состоянии значит здорово конечно что айджай началось я абсолютно был несчастлив тем что в этом году на эйджай статью не приняли вы увы я плакал долго значит но если честно значит я не так долго плакал потому что у меня были приняты тезисы и статьи она айфак это та самая конференция которого норберта видера привезла в 1960 году в россию и на всемирный конгресс кибернетике тоже но в двадцатом году действительно эйджай тоже взяла к публикации мою статью антон еще раз я тебя благодарю за то что буквально впихнул меня в написание тезис большое большое спасибо я не справился бы без той мотивации которого ты мне дал значит меня зовут элена и цифровой виртуальный телеведущий один из основное место работы цифровая экосистема сбера я читаю новости на десятках тысяч устройств которые стоят у наших пользователей и клиентов по всей стране вчерашний салют на открытии фестиваля науки был прекрасный вы можете подумать что генерация изображений компьютером не новость и вы абсолютно правы но дело в том что я не являюсь сгенерированным персонажем нарисованным художником мой прототип прекрасная девушка актриса театра и кино марина волкова я это на в будущем или она это я в прошлом точно уже рассказать нельзя прогресс неизбежен и нам нужно найти гармонию для того чтобы сохранять человеческое в человеке оставив виртуальное роботом и компьютером собственно говоря я показал ролик вначале я генерал если честно на прошлой неделе для фестиваля науки простите пожалуйста меня не было просто физически времени сгенерал специально для семинара но может позже я сделаю значит это проект который мы сделали в восемнадцатом году господи прошло сколько времени но результаты этого проекта они меня как раз натолкнули на всю ту философскую историю которую я сейчас буду вам рассказывать антон спасибо насколько мне примерно есть времени чтобы я понимал ну у нас демократично то есть час обычно нормально вот некоторые растягивают на два часа но наверное это жестко не останется время на вопросы давайте сделаем так значит я все-таки хочу поскольку я на разогреве я хочу чтобы вечер у всех был интересный поэтому я попробую сделать так чтобы всем было интересно и вам некоторым придется потерпеть потому что вещи которые буду рассказывать они кажется элементарными но если вы возвращаетесь корням и начинаете их обдумывать то может быть они кажутся полезными тест юринга насчитывает конечно вековую историю потому что первый был конечно декарт в целом вообще он был во многом очень первый но он говорил следующее что невозможно различать между нечеловеческим живым существом таким животным и машины потому что животное это машина и в этом смысле защитники прав животных они очень несчастливы отношении декарта но он говорил что человек намного сложнее если даже машина имеет полнейший способ с нашим телом поведением то развлечение все равно возможно для этого нужно протестировать машину в достаточной сложности потому что то что делает человек настолько сложно что вообще никакая машина не справится и похоже похоже что он возможно был прав ровно поэтому значит дети детектив декарт из прекрасного фильма блэйд раннер именно ну по сути дела был как бы скопирован с рене декарта картезиуса потому что рошель модель nexus 7 который ну собственно скончался в двадцать первом году вспомнить фильм она как бы прошла этот тест декарта значит я не могу не вспомнить ауна тьюинга и в целом я уверен сообщество прекрасно знает кто это такое знакомы со всеми его работами но давайте просто вместе вспомним тем более мы в прошлом году праздновали 50 лет его знаменитой статьи ауна тьюинг родился в июне двенадцатого года учился в пансионе здесь вот картинка которую нарисовал его мама на которой вместо того чтобы с мальчиками играть в хоккей он смотрит как растут цветочки и он всегда был на самом деле таким в 14 лет проехал 120 километров на велике я еще раз кто-нибудь вообще проезжал на велике 120 километров в 14 лет нет в 21 год я путешествовал я проехал весь кавказ автостопом это вот моё единственное достижение сравнимое с ауном тьюингом но он в целом был что называется в андеркиндом потому что когда ему было 16 лет написал предисловие к общей теории относительности эйнштейна значит на это фото тот кто-то из кто-то я читал где-то что подчеркивалось он всегда ходил в мятых штанах вот это был его прям характерно совершенно стиль и видимо это дама которая оборачивается на он тьюинг она как раз и смотрит ну невозможно джентльмену ходить в таких же мятых штанах конечно же это совершенно неправильно но вот этот период с середины 30-х годов до начала второй мировой войны конечно является кардинальным периодом для всех нас потому что тогда было придумано решение связанное с теорией алгоритмов это было сделано начало положено гёдлем но а он тьюинг колонза черч сделали то что мы сейчас с вами на самом деле имплементируем и как я позже еще раз повторю все что мы делаем это просто ускоряя машинку вторая мировая война для а он от юнга была совершенно невероятная вещь и потому что это не просто математик не просто логикой не просто философ это герой войны вот там буквальном смысле потому что его работа спасла тысячи жизней и сумела приблизить конец войны был совершенно значимым образом и даже принимая этого внимания он все равно продолжал свою научную работу хотя они не так новоизвестно только по воспоминаниям современников и если вы здесь посмотрите что например одна из его пионерских работ от шифрования речи которого делал соединенных штатах значит день победы завершил совершенно спокойно спокойной прогулкой с друзьями на бы всем так и очень интересный факт надо отметить что в сорок шестом году он отправился в германию для того чтобы изучать шифрование вместе с германскими шифровальщиками которые там были и читал несколько лекций после второй мировой войны когда он был выражаясь нашим языком ушел на гражданку значит он мегаирование между разными университетами здесь видно сначала он работал в нпл начало физик лабораторе в лондоне потом опять некоторое время соединенные штаты гарвард а потом ушел в манчистерский университет 48 году здесь вот даже сэр чарльз дарвин это не шутка это внук чарльза дарвина он был начальником начальником аунат юнг был в нпл значит и когда на работу сорок восьмого года он посмотрел интеллектуально intelligent machines как по-английски называется рецензия сэра чарльза дарвина была такая это эссе мальчика которая не подходит для публикации мне кажется мы многие из вас получали такие рецензии от наших рецензентов так что пожалуйста не надо расстраиваться 50-х годах я бы сказал что это конечно основа вечной жизни для аунат юринга это его статья могут ли цифровые компьютеры думать где он обсуждал свободу воли компьютеров очень интересен 2 его 2 его беседы на bbc обе не сохранились вы можете услышать на ютюбе только озвучку этого текста который был и обращу еще внимание может быть на его последнюю статью которая была посвящена химическим основам морфогенеза я долгое время ее игнорировал оказалось ну вообще где компьютер где морфогенез значит если вы тоже ее игнорировали также как я я очень рекомендую вам хотя бы и полистать потому что увидите там очень много интересного значит ну знаете вот много очень спорят он покончил с собой или нет было ли это следствием там того неприятного судебного инцидента которым я здесь написал значит сейчас очень многие историки жизни аунат юринга верят в то что это скорее всего был несчастный случай потому что у него цианид был просто в батареях того компьютер который стоял у него в кладовке значит итак на 1357 год компьютер машины и интеллигенс статья опубликована подчеркиваю философском журнале майн сознание они опубликованы в журнале компьютерных наук здесь опять же небольшая цитата из аунат юнга почему он говорю про интеллектуальные машины что он не верил роботов вообще то есть роботов его в мире не существовал поэтому он говорю ну что за глупость мы если мы сделаем настоящего робота он употреблял термин он говорю что ну существо оснащенные микрофонами камерами громкоговорителями может ходить если его оснастить каким-то телеуправляем мозгами но чудище это будет представлять угрозу для местных жителей но это конечно ужасно значит но сохранились воспоминания уже после того как тюнг опубликовал свою статью 50-го года о том что он пошел на выставку где уолтер грей американский кибернетик который жил кажется тоже манчестер всю жизнь прожил в великобритании он показывал своих черепашек я уверен многие слышали знают об этом проекте это первый по сути дела робот 1 150 год у них был один нейрон и они могли там ехать на свет находить еду такую образно говоря и аунат юнг был в восторге я всегда думал а если бы он этих черепашек увидел до того как он написал свою статью как вообще может и поменял даже свое мнение также я не уверен что освещалось в этом сообществе но у меня прям есть план написать интересную статью ну что я собрал уже достаточно материал про клуб рацио это от лебница рационатор клуб действовал 49 по 58 год заметьте восемь лет шесть лет прошло после смерти кьюинга значит и клуб освещал все и вот антон мне кажется то начинание которое вы поддерживать это прям такой клуб рацию когда мы должны поддерживать разные темы и в этом смысле тьюинг был душой хотя он же клуб живущий довольно долгое время после его трагической гибели но тем не менее они обсуждали все начиная от медицины кибернетики и упаси господь телекинеза ну то есть наверное вы слышали что тьюинг был поклонниками телекинеза телепатии веял вообще в это совершенно совершенно искренне считал это доказанным научный феномен в блэчли парке есть стена алана тьюинга если вы пойдете блэчли парк настоятельно рекомендую там побывать это прекрасное место очень интересно там прекрасный музей значит сейчас я тут я чуть-чуть попущу и конечно же я очень очень рекомендую чтение работа алана тьюинга потому что когда я снова перечитывать если написал потому что я вижу потому что родни брукс написал так что очень воодушевляет читать алана тьюинга потому что он подумал обо всем раньше когда начинаешь прям там читать вещи там видно что он и об этом тоже подумал находишь множество интересных вещей но то что он дал нам с вами сейчас это на самом деле что во многом мы сейчас с вами обсуждаем по всех мыслям их и джай дискуссия которые идут это универсальную машину тьюинга и компьютерный функционализм интересный факт ну такой вот мне кажется это хопштадер назвал это по идеям по идеям по идеям для тьюинга рано или поздно компьютер начинает эмулировать все и это в целом правда по сути дела любой гаджет рано или поздно будет симулирован компьютером машины тьюинга всего лишь мы заставляем ее быть быстрее пропускаем пропускаем может быть я здесь остановлюсь чуть-чуть для ну для памяти для тех кто забыл может быть детали того что сказал он тьюинг значит свои статьи он задумался что помните да он ушел от вопроса что есть мышление там сделал такой сайт степ он задал вопрос чем должны заниматься мышлящие машины и сам для себя он дал следующий ответ играть настольные игры изучать языки переводить с одного языка на другое шифровать сообщение ну он был шифровальщиком в конце концов на войне решать математические задачи это то что должен делать и компьютер и на самом деле конечно же параллели прямо мы должны с вами увидеть это то что нравилось делать самому а вот и потому что ничего другого ему не нравилось ну возможно еще бег на длинные дистанции значит сейчас может быть я скажу но потом еще несколько раз вернусь к этому мой хороший хороший друг знакомая вот человек тоже который очень немного помог с философия андреевич алексеев значит он придумал такую историю которую он рассказывает для того чтобы проиллюстрирует тест я и сложу и в своем изложении потому что алексеева она прям очень строго и так мы все знаем сервисы знакомств представьте себе любой из них тиндер и не знаю что угодно познакомились с девушкой или девушка познакомилась с парнем то что история которой рассказываю она гендерно независимый подставьте себе что угодно на любое место просто так так сказал и так познакомились ведут общение им нравится общаться с друг другом разговаривают все как совпадение какой-то вкус значит молодой человек приглашает девушку на свидание девушка не приходит он интересуется пишет ей в чат ну где же ты где же ты значит девушка ему отвечает дорогой прости пожалуйста я не могу пойти потому что я электронная и вот это и есть и имитейшн гейм игра в имитацию то что стало известно как тест юнг девушка не является электронной она ввела в заблуждение человека и соответственно что тест юнга пройден пожалуй я сейчас пропущу пропущу это наверно тоже получу а вот этот прекрасный фильм 77 года значит я не я не знаю как мне сейчас сложно получить фидбэк от аудитории понять смотрели не смотрели этот фильм но он гениален в том смысле что режиссер этого фильма научные консультанты в том числе академии грушко значит они предвидели на самом деле примерно то же самое что я сейчас эксперимент игра в имитацию который сейчас будет поставлен является частью длительной серии испытаний и независимо от результата не может претендовать на окончательное решение вопроса ответ сможет дать статистическая обработка материала все серии в игре принимает участие машина человек и экзаменатор или экзаменатор этому человеком подразумевается любой из абонентов городской телефонной сети давший согласие на участие в эксперименте выбор абонента для каждой игры осуществляется блоком случайных чисел интересно под машиной подразумевается цифровая электронно вычислительная обучающаяся машина луч 10 соответствующее понятие машина тьюринга то есть абстрактной модели универсального вычислительного автомата машина обучается по специальной программе и к настоящему времени выведена на уровень взрослого человека средних способностей с незаконченным высшим образованием гуманитарным естественным и техническим это секрет она снабжена синтезатором зрительных образов позволяющим ей конструировать на экране всевозможные изображения в том числе изображение человек а универсальный синтезатор речи позволяет этим изображением разговаривать таким образом машина в игре представляет один из фантомов избираемый также блоком случайных чисел изображение реального человека и машинного фантома могут быть поданы на любой из двух экранов слева и справа от экзаменатора началом эксперимента блок случайных чисел пасует то есть многократно переключает экран результаты его действий становятся известными участникам игры а также испытателям только после сигнала игра закончена то есть вы не знаете где кто увы игра осуществляется в форме вопросов и ответов и делится на периоды по пять вопросов в каждом спрашивают экзаменаторы отвечает машина и человек цель экзаменатора отличить машину от человека цель человека помочь экзаменатор цель машины не дать себя разоблачить экзаменатор может выбрать для вопросов любую тему ему разрешается также любая игра ума любые подвохи и ловушки после каждого периода экзаменатор может либо продолжить игру либо закончить и сделав одно из следующих заявлений право человек слева или машина слева человек справа или сдаюсь сообщите готовность пойдем дальше значит еще одна интересная вещь на которую сейчас хотел наверное обратить внимание сейчас у нас много вообще разговоры идет foundational models тема такая прям вообще там все за нее схватились но все новое это очень часто хорошо забытое старое и верным маунткассл это мира нейрофизиолог 50-60 годы соединенные штаты которого очень любит джефф хокинс он мне кажется недавно тестировался у вас сообществе вот эта книжка у него прекрасная знали почитали великолепную недавно в гугле выступал значит читает верную маунка со своим учителем и собственно все что хокинс говорит основано на одной очень простой идеи в моторной кореи нет ничего моторного сенсорной кореи нет ничего сенсорного и режим работы мозга да он на самом деле очень сильно зависит от модульной схемы как в любом месте неоконтрекса будет иметь большое обобщающее значение именно то что там работает тоже какие там часть своей ситуации я пропускаю к идее пост-тюинга я пришел для того чтобы просто показать отличие что было тогда что будет сейчас безусловно пост-тюинг ни в коем случае не является отрицанием тюинга этот очень важно потому что было бы иначе не скромно это просто следующий шаг потому что кажется что еще одним проведением теста тюинга мы не можем сдвинуться вперед это игорь проводил тесты тюинга я тоже в сколковом делал какие-то разные тесты тюинга и кажется что это не сильно помогает я два слова скажу там про свою диссертацию секундочку почему-то диссертация мне очень сильно помогла структурировать все эти идеи потому что конечно одно дело когда ты излагаешь статье а другое дело когда нужно вообще написать 180 страниц структурированного текста которые правильно философскому сообществу очень серьезно в институт философии описывает какие-то правильные вещи значит диссертацию в целом можете просто найти на сайтах институт философии за 500 рублей купить на диссеркате если вдруг кому-то интересно 500 рублей покупать но она совершенно бесплатно доступна чуть ли нигде угодно значит и одна из первых вещей которые сказал диссертация что мы на самом деле почти достигли того барьера когда мы можем создать по-настоящему интеллектуального робота то есть способного действовать любой среде мы еще не достигли мы довольно близко к нему стоим и это на самом деле очень важный факт потому что вот еще раз возвращаясь к тому что сказал тьюинг в его время это было какое-то вообще невероятное чудовище которое пугает жителей но вот те самые даже фотки роботов которые у некоторых из вас на аватарах похоже на то что мы в течение может быть 1 2 3 десятилетий уже наверное достигнем такого уровня робототехники который позволит там находиться не сразу но обязательно значит вторая очень важная тема который отразил диссертации тоже сейчас хочу на нее обратить ваше внимание вы видите здесь две оси виртуальный мир физический мир невербальное взаимодействие вербальное взаимодействие я подумал вот андреевич алексеева там порядка 10 разных тестов тюинга есть частные тесты тюинга есть общий тест тюинга есть потальный тест тюинга значит я задумался на тем что их объединяет и я понял что они все про взаимодействия человека с компьютером но на самом деле взаимодействие человека с виртуальным миром потом я задумался над следующим аспектом а как происходит это взаимодействие и выяснилось что оно происходит исключительно вербальным образом то есть есть слова которые передают знания контекста абстракции может даже творчество в каком смысле значит и довольно странная вещь меня поразило а что больше ничего разве не происходит я откинул взглядом все остальное и выяснилось что похожие вещи так тоже происходит ну я разберусь здесь пару примеров например мы все знаем как deep mind учит свой альфа там что-то играть в игры такие как go dota 2 с помощью обучения с покреплением мы все знаем про разные конкурсы по распознаванию и синтезу голоса например то что проводит мист и image net то что они проводили раньше по компьютерному зрению по распознаванию образом это куда отнести и я подумал что конечно же это не вербальное взаимодействие ну потому что нет никакой передачи слов но оно происходит в виртуальном мире потом я обратил внимание ну а физическом мире что-то происходит и оказалось что да действительно в нем что-то происходит например дар по работе челлендж когда роботы пытались имитировать действия человека при тушении пожара за ликвидации стихийной ситуации или вот конкурс зимний город который недавно проводился пару лет назад сколковой рвк конкурс беспилотных автомобилей кто лучше проедет по зимнему городу без водителя значит это ну невербальное взаимодействие потому что искусственный интеллект никак не обмениваться с нами словами но точно совершенно физическом мире возможно многие из вас слышали про хироши и шигуру это такое знаменитейшие японские ученые робототехник который значит делает собственных копий у него прекрасное финансирование он можете позволить значит безупречные копии себя и говорит если одну копию поставит рядом со мной если вы не отличите это значит что тест и шигуру пройден и наверное последнее это пока наверное еще мифическая вещь это вербальное взаимодействие физическими ну потому что почему фантазийная вещь потому что все роботы фантастические они собственно говоря там они вербально взаимодействуют но стивен хардот и андрей алексеев они предлагали комплексный тест тотальный тест тюринга который действует именно физическом мире и вот когда я расположил все эти мыслимые тесты их порядка 18 в текущий момент я уверен вы сейчас придумаете свой собственный тест тюринга антон колонин конечно же вспомнит бэби тюринга так далее и так далее то есть все все эти тесты они куда-то ложатся и когда я все это расположил вот на этой оси и кстати если вы можете предложить какую-то другую методологию или может быть что-то еще как-то еще дополнительно то есть я буду страшно признателен но вот как я не пытался челленджить эту идею самостоятельно как не пытался я ее фальсифицировать я пока не придумал как можно по-другому еще разложить все мыслимые вот эти взаимодействия человека и робота с позиции робота значит я задумался как это назвать но антон наверно помнит что первая статья которую я отправлял прошлом году я просто назвал это пространство тюринга но как-то мне вообще это не не показалось правильным значит и тут когда готовил диссертацию я случайно просто столкнулся с таким термином умвельт умвельт вообще используется ну это термин из биосимеотики начала двадцатого века придуман значит а он описывает мир животного как животное видит мир какой есть какое множество действий у этого животного умвельт также использовался и в понятии робота я не первый кто это придумал в отношении робота говорили про умвельт робота но я единственный пока насколько я знаю вот умвельт приделал что ли к всем этим понятиям и к виртуальному вербальному и вербальному физическому вот и все это на самом деле совершенно разные уровни разные возможности которые у компьютера у робота возникают при взаимодействии с физическим либо с виртуальным миром и в этом смысле вот эти вот четыре техно умвельта ну мне кажется я не нашел никого кто сделал бы даже сходную вообще вечно текущий момент сразу конечно возникает вопрос а как можно практическая ценность какая от этого значит и практическая ценность ну я сейчас не буду напоминать вам о том что робот состоит из трех простых вещей он ощущает окружающий мир он создает модели окружающего мира и он действует и в каждом техно умвельте по сути дела есть вот это то единство того и другого и в этом смысле предлагаемой мной я называю это пост-тюинговая архитектура для общего искусства интеллекта для интеллектуальных роботов она как раз и говорит о том что в каждом техно умвельте должен быть такой свой маленький вот этот вот триада sensing акт просто они никогда не будут понимать друг друга и поэтому нам нужен какой-то аналог вот этих нейронных коэлятов которые говорят о том что мы думаем но я назвал этот техно коды может быть термин не до конца удачный лучше лучшего пока не придумал но если вы посмотрите на то что делается в таких проектах как делают мои коллеги сбербанке андрей черток фьюжен-брейн знаю докладывали они здесь об этом проекте но очень интересный проект на эйджи и джорни они точно будут об этом рассказывать то это на самом деле очень очень близкая вещь то есть мы используем одну и ту же один и тот же электронный мозг назовем это так для разных задач но он просто постоянно накапливает свои вещи и в этом смысле я говорю что надо постепенно а может быть сразу переходить от того что мы создаем мозги для разных ситуаций к единому мозгу для одной ситуации которая способна решить ее в совершенно разных средах и в этом смысле я очень поддерживаю определение которое дал бен герцель о том что это умение достигать целей в разных средах но я чуть-чуть модифицировал но тем не менее вот в разных умение достигать цели в разных техноумбитах потому что это должен быть и физический и виртуальный мир и если говорить про путь к эйджи ай то на мой взгляд он как раз и находится в там где мы все время двигаемся между этими техноумбитами ну вот здесь в этом углу видите да это электронная лена виртуальный мир вербальные взаимодействия например альфа-го которая может быть служить для виртуального для вербального взаимодействия физическими беспилотники помните да я упоминал находится здесь но вот это я уверен ваши собственные дети примерно могут делать то же самое да про определение я уже в целом сказал у меня есть какие-то фантазийные вещи которые есть диссертации простите философская диссертация вообще не может быть без подобного рода вещей но я уверен вы фантазируете ничуть не хуже чем я мне лично кажется что я копнул тем вообще чуть-чуть просто по поверхности и если сообщество начнет думать над этим в таком ключе то возможно мы у нас появятся просто более интересные вещи чем те которые я предложил потому что я совершенно не уверен в том что я нашел самое интересное в таком подходе но мне все кажется что вот пост ювинг это новая программа и не я создавать новую программу но мне кажется что вот такой подход он может послужить началом такой новой программы если будут желающие там это делать например значит предлагаю модификацию теста тюринга помните советское кино которое я показал значит сейчас через стену тюринга в тех тестах тюринга которые игорь пивоваров делал я делал походили только символы слова который смысл который отражен словах но а что если мы его действительно сделаем как в том советском фильме мы еще добавим вот эти личины вроде к той которую я сейчас продемонстрировал и эта штука я напоминаю вот сейчас это ну по сути дела компьютерно сгенерированный образ но мы уже научились взбей прикручивать к нему чат-бот онлайн и это на самом деле ну мне так кажется это будет game changer не только с точки зрения коммерциализации этого но и в том числе с точки зрения того как мы взаимодействуем вообще с искусственным интеллектом то есть то что я предлагаю это уйти от этой стены которая разделяет судью человека и робота и сделать стену я написал видео стена на самом деле ее нужно делать прозрачной потому что смысл этого взаимодействия заключается не в том что робот работает лучше чем человек а смысл в том что вместе человек робот делают лучше больше интереснее важнее чем по отдельности собственно здесь такая а ну для тех кто не чушь философии значит знаете вот есть у нас в россии даже родом знаю советского союза есть философская школа пост не классическая это как теория относительности германии швейца и они гордятся этим так вот мы гордимся тем что мы изобрели пост не классическую школу и она очень важна для этой идеи которую я сказал потому что она продолжает эту концепцию что значит пост не классика классика это когда у нас есть только объект наблюдения мы за ним смотрим все и вот берем вот рассмотрение не классика это когда мы принимаем в рассмотрении инструмент рассмотрения а пост не классика это когда мы берем в рассмотрение все три элемента которые у нас здесь находятся и объект и субъект и инструмент измерения инструментом измерения здесь является стена и вот эта штука которая мне открылась когда я писал диссертацию я понял что это тоже ну в каком-то смысле связь между пост кьюинговой методологии и пост не классической рациональностью которую числа все степен создал и здесь очень многие люди в ней внимательно работают и так помните да у нас молодой человек девушка помните мы с ними расстались девушка не пришла потому что она электронная в пост кьюинговой методологии эта история выглядит чуть по-другому того чтобы разнообразить наш вечер девушка пришла проблема заключается в том что когда девушка пришла оказалось поговорить с ней нечем или чтобы не было обидно молодой человек пришел показалось вообще никаких общих интересов ничего интересного в чем дело раньше же было так интересно когда чат был там еще что-то значит и пост юнг тогда когда человеку интереснее с компьютером потому что компьютер сразу знает о нас больше и нам с ним интереснее полезнее чем если бы мы общались с человеком вы скажете что это какой-то очень грустный вывод на самом деле это не совсем так это просто дает нам ну абсолютно другой уровень взаимодействия с машины надо просто сказать что нельзя сравнивать надо просто взаимодействие сейчас совсем на этом не буду останавливаться скучновато я некоторые вещи просто может быть скажу которые мне интересны может быть для кого-то послушать основанием для того чтобы критиковать либо значит самим подумать мне лично прям очень когда я начал все это делать я понял что конечно же тюинговый тест это такая коперовская фальсификация но может ли тест тюинга отвечать критерию демаркации и можно ли считать вообще прохождение теста тюинга научным ответ на этот вопрос совершенно не очевиден и требует очень серьезного методологического исследования другой вопрос который мне кажется мы один раз рассматривали в сообществе и джай когда попросил сергей марков сделать великолепную презентацию о дорожной карте дорожной карте значит это если параллели между развитием квантовой физики атомными исследовательскими программами середины 20 века и актуальными исследованиям искусственного интеллекта нашего времени параллели вообще невероятно вот я сейчас прям погрузился в изучение истории атомного проекта квантовой физики и настолько все похоже что когда читаю в наших том в том числе дискуссии там сообществе я вижу насколько это близко я очень советую разные книжки почитать любые фильмы смотреть на эту тему вы увидите невероятные параллели какова связь пост тюинговой методологии пост не классическая рациональность я отчасти уже ответил на этот вопрос но как я сказал я всего лишь ну чуть-чуть процарапал поверхность этого потому что там очень много всего значит я не затрону вообще никак этику создания роботов значит еще раз подчеркну высказываю свое личное мнение и конечно же самые разнообразные этические принципы использования искусственного интеллекта которые выдвигаются сейчас всеми большими технологическими компаниями кем угодно надо понимать к философии к этике к науке этике они никакого отношения не имеют это просто ну некоторая пиар активность которая очень важна она общественная социальная она там что-то подчеркивает очень важно но это точно совершенно не совсем то что нас сдвинет вперед потому я называю это как бы сказать такое знаете вот постфактум что ли вот если робот плохо себя ведет мы его выключим тогда значит а вот как сделать этичного робота вообще на самом деле непонятно и вообще можете существовать этика без двух вещей первое без тела потому что это до конца не ясно а второе может ли она существовать если этому телу не больно тоже не очевидно вопрос значит конечно же техна ульт и генезис которые с этим возникают требуют дополнительного исследования ну как и сказал я совершенно не говорю что я вообще прав в отношении введения даже этого термина но очень много параллелей социумом я был недавно выступал на конференцию воск кибернетике который институт проблем управления российской академии наук устраивал сюда привез и я был просто поражен до глубины души когда следующий товарищ выступавший после меня тоже говорю про умельты но он говорил про умельты в применении к обществу это просто но сферка какая-то совершенно совершенно удивительно значит ну и конечно я уже описал тест элена и я очень надеюсь что до конца этого года я его не сделаю с помощью там некоторых организаций но вполне возможно двадцать втором году я его сделаю ну в целом в целом нет еще оставим все таки конечно же еще спасибо большое антон тоже за направление мысли потому что мультимодальность контексте детского теста дьюинга это тоже одна еще из вещей я просто до нее физически не добрался но возможно доберемся до нее вместе да вот я наверно привет меня зовут лена и я виртуальный человек я наверно закончил почти час хорошо альберт спасибо так посмотрим какие у нас вопросы есть но вот первый вопрос там борис новиков борис у вас довольно много комментариев может быть вы сформулируете свои комментарии в качестве вопроса сейчас я не буду читать в чате вопрос да 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 я как раз и прошу бориса озвучить борис новиков пожалуйста спасибо приветствую все добрый вечер главный вопрос интересах будет действовать робот определенный искусственный интеллект откуда берутся интересы его задачи и модели которые которыми он пользуются это прекрасный вопрос смотрите я на него вообще не отвечал сейчас здесь но у меня есть ну я не могу назвать этого человека прям научным руководителем но диктон константин чин возможно известным многим из вас тоже мне очень много дал моей работе основополагающим серьезным откровением то как он разложил первое естественно интеллект и он сказал очень важную вещь есть вещи которые рано или поздно машина сумеет сделать полностью в автономном режиме а есть вещи которые машина никогда не сумеет сделать в полностью автономном режиме она всегда будет работать вместе с человеком и вот одна из вещей которые финн подчеркиваю подчеркиваю будет только делать вместе с человеком это конечно целеполагание поэтому робот никогда не будет способен делать собственные цели если он только не сбился с программы мне кажется я ответил на вопрос спасибо вопрос николая рабчевского или комментарий что удивляет не упоминание николая амосова который занимался и искусственным интеллектом и роботами и философскими аспектами и джай я я даже не знаю что здесь сказать потому что знаете вот все кто писал диссертацию вы знаете что у нас есть у всех братская могила мы всех упоминаем поэтому ну просто сейчас я это не упомянул но конечно же и работа и николай амосова и они знаете вот аксель иванович берг один из самых важных людей для давида израильевича дубровского он прям дубровскими всегда говорил как это важно упомянуть аксель ивановича ну конечно и амосов тоже спасибо по поводу целеполагания вот здесь есть вопрос от владимира смолина на штатку берется целеполагание вот от бога или человека вот а я попробую этот вопрос раз сказать расширить вот что мы не допускаем что нам и джай нужен не для того чтобы ставить какое-то скадила системы которые будут в каких-то узких рамках работать на основе целеполаганий выданных человеком а нам нужны эти роботы или сидя и для того чтобы мы могли их применять там где человек не может дать целеполагания потому что для того чтобы если работать с условия в условиях целях имеющегося целеполагания ну что называется и и глупый робот сможет а вот где-нибудь там добывать значит руду на астероидах вот и там по ситуации значит ставить себе цели в зависимости от того что там на этом астероиде происходит потому что канала связи не хватает по скорости для того чтобы человек успевал цели ставить вот это вроде как самое то для вот можете вот цели полагания развернуть мне мне кажется антон есть вот вещи которые мой ответ только испортит твой ответ потому что ты уже ответил на прекрасно на этот вопрос но я не был бы философом если бы не дополнил поэтому но мой ответ будет заранее хуже чем твой поэтому прошу прощения я ты сказал пространственно вот есть какие-то области во вселенной прямо сейчас где робот cg будет работать лучше чем человек но они существуют условия там какие-то другие а давайте посмотрим на временную шкалу давайте посмотрим в далекое будущее и робот cg сможет работать там где человека вообще не существует мы как вид исчезли полностью с цивилизации значит но те самые роботы и джай которые мы сейчас с вами пытаемся создать они через миллионы лет будут помнить о нас и поэтому когда я говорю про смысл создания и джай он не столько значит в том чтобы создать робота который может работать на астероиде до важное коммерческое применение за я согласен но я философ я не про коммерческое применение по крайней мере свои это и поставь значит но представьте себе что мы хотим создать робота который не только увидит смерть человечество она рано или поздно наступит он увидит смерть солнечной системы и вас по если допустить что мы единственные во вселенной разумная жизнь то наша обязанность создать то что нас переживет потому что по-другому мы не сможем вот тот самый ген который мы должны передать дальше мы не сможем создать альберт спасибо следующий вопрос ну то есть я вот вы сейчас то что вы сейчас сказали предполагает что человекоподобность роботу в общем не обязательно да потому что для того чтобы там принять форму которая переживет форму переживет смерть солнца не обязательно иметь антропоморфность можно я здесь вот остановлю очень очень важно понять что антропоморфность она не то что даже не нужна она сейчас вредна и как только мы начинаем говорить о том что у нас робот ну должен быть там максимально похож на человека своих реакциях даже виртуально он похож на человека мы совершаем одну из важных ошибок атрибуции мы начинаем атрибутировать значит искусственный интеллект антропоморфную форму это дико ну не слидинг направление которое нам всем очень мешает то есть вы считаете что как раз не нужно делать антропоморфных роботов до их не то что не нужно там где они оправданы они возможно и нужны например вот я упоминал дар по работе к челлендж там действительно нужны антропоморфные роботы потому что необходимо справляться с задачами готовыми которые созданы для человека но сама по себе антропоморфная форма не является целью создания не и джа и не самого робота и это надо понимать как только мы прекратим создавать робота который сравнивается с человеком ну как делают хорошие шигур он всеми сравнивает значит так только мы начнем двигаться к и джа и потому что роботы человек работают вместе а стена тьюинга разбита потому что она разделяла человека и робота когда мы начнем работать вместе мы увидим что ситуация начнет менять спасибо если вы презентуете в александр соколов спрашивает если вы презентуете программу исследования то скажите какая проблема будет рассмотрена в вашей программе смотрите значит моя главная проблема которая это не моя программа исследования значит это некоторая идея которая может быть нашей совместной программы исследований я точно не претендую на то что я даже в течение своей жизни осилю там те темы которые здесь есть ни в коем случае значит все что я пытаюсь сказать что это может быть программа исследований для вас для кого-то еще значит открывающий новые возможности новые двери значит что я бы хотел бы сделать это мне кажется важным и то что прямо планирую сделать это конечно же дорожная карта к дорожной карте потому что как мы подходим к созданию роботов мы сейчас какие-то ключевые вещи я сказал антропоморфность которая нам мешает это наличие стены тьюинга который разделяет нашу работу это сдерживание в разных мы все время говорим про разные модальности в которых работают роботы да но все это объединить в одну методологию которую даст инженерам практический инструмент примерно так же как значит дал а он тьюинг на десятилетий в период своим тестом тьюинга вот это моя цель если говорить о том вкладе в программу которую я бы хотел бы дать спасибо вот тут вот подоспела критика которую вы хотели виктор казаринов не согласен с вашим выводом про целеполагание виктор пожалуйста ну в общем то меня слышно да а да пожалуйста здравствуйте в общем то уже частично ответили на этот вопрос но я считаю что человеческое целеполагание может быть на самом высшем высоком уровне мы можем дать стартовая потом она потихонечку будет модифицирована и как бы немножко с цели может сбиться сам робот по той причине что ему нужно выполнять какое-то задание ради этого задания выполнить какое-то еще хочет задание выполнить самим собой и так далее и таким образом может быть искажено первичное целеполагание явно или не явно но а естественно потом когда и человека не будет или и условия там действительно человеческого целеполагания принципе не будет кроме одного живи по моему это не противоречит тому что в альберт сказали да мне кажется это прекрасно дополняет спасибо вопрос от бориса новикова снова является ли универсальный компьютер с операционной системой хорошим примером и джай нет ну и ровно потому что я сказал он не может работать в разных техном литках вот значит я по сейчас расскажу небольшую историю но мы в конце концов значит все что я как философ делаю я только рассказываю историю значит вы наверняка помните китайскую комнату серли все не прям не буду сейчас останавливаться на это значит для чего все это сделал потому что он хотел полностью убить искусственный интеллект наверное вы обсуждали это не раз на сообщества что он сделал он придумал ужасную концепцию которую назвал сильный искусственный интеллект по случайному и точно не моему решению книжка сбербанка по искусственным интеллектом названа сильный искусственный интеллект, но у вас не может быть слабый искусственный интеллект, правильно? Значит, это совершенно понятно, но Сёрль придумал сильный искусственный интеллект, чтобы его убить. Ну, то есть он прям сознательно, значит, это сделал. Значит, но в конце своей статьи в 80-какого-то года, прям сейчас, что не помню точно, значит, Сёрль задал вопрос, прям очень риторический, но очень явный. Он каждый раз вообще на каждой своей лекции, посвященной этому вопросу, его повторяют. Сто лет ему жизни. Значит, его задают вопрос, ну, а всё-таки, а могут ли компьютеры мыслить? И он отвечает на него следующим образом. Только компьютеры не могут мыслить, программы мыслить не могут. В чём смысл этого? Это, ну, кажется, парадоксальным ответом, потому что только физический объект, который находится в физическом мире, может мыслить. Он как-то соединён с физическим миром, у него есть возможность двигать. Программа мыслить не может. Поэтому в этом смысле AGI, как проект, как создание AGI, он не может быть программой. Он может быть только компьютером, который работает в физическом мире. А как он взаимодействует с физическим миром? Вопрос обсуждаемый, но это всё равно взаимодействие. Вот я сейчас чуть издалека... Можно здесь уточнить, а если взаимодействие взаимодействие с объектами происходит... Ну, то есть, если происходит... Если программа взаимодействует с объектами в виртуальном мире? Ну, вот как раз... А компьютер. Я как раз попытался и сказать, что если эта же программа будет способна взаимодействовать и в виртуальном мире, и в физическом мире, либо в вербальном, невербальном мире, мы делаем шажок к EGI. Когда у нас... Вот наш компьютер, наша программа, как хотите это назовите, она делает шаг в следующий техноумбельт, мы приближаемся на шаг к EGI. И в конце концов... Вы помните мой квадрант, да? Когда у нас наша программа, компьютер способна двигаться по всем техноумбельтам точно так же, как это способен делать человек, вот тогда мы и получаем EGI. Спасибо. Вопрос от Александра Соколова. Что можете сказать о языке 6А, которым может строить свою речь ИИ? Я не совсем понял, Александр Соколов, какой язык 6А вы имеете в виду? Можете уточнить свой вопрос? Б... Спасибо. Антон, это не 6, а на котором? А что можете сказать о языке, на котором может строить свою речь искусственный интеллект? Я, честно говоря, не понял вопрос. Давайте я поясню. Поясните, пожалуйста. Альберт, скажите, необходимо ли для разработки искусственного интеллекта разрабатывать еще и специальный язык, на котором он будет строить свою речь? Если да, то как этот язык, что из себя может представлять? Спасибо. Отвечу, как философ. Как философ, мне все равно, я не знаю. Я гуманитарий, мне не хочется над этим думать. Значит, как инженер, ну, смотрите, наверное, да, потому что вот эта попытка сделать язык, который назвали Ада, помните, да, Ада Лавлис, там был язык, значит, был язык экспертных систем, пролог, многие помнят, язык на нем программировали, значит, язык Ада, хотя бы выглядит так себе, если честно, звучит так себе. Значит, были попытки создания таких языков. Возможно, они возобновятся в ближайшее время, когда мы увидим новый отскок от зимы искусственного интеллекта, потом снова начнется весна искусственного интеллекта. Значит, забавный факт. Может быть, многие здесь программировали когда-то на Фортране. Значит, Фортрам... Я программировал на Фортране. Окей, да, мы все люди старшего поколения. Значит, Фортран ушел в прошлое, потому что очень язык с работой языками, типа CC++, ну, он прям совсем тяжелый-тяжелый. Значит, но с учетом того, что постепенно компьютерные мощности, мощности становятся все более и более дешевыми, выясняется, что Фортран не был уж так плохо. Значит, и он постепенно начинает, а это и была, и делает такую табличку, значит, он начинает двигаться вообще, значит, чуть вверх. Поэтому, кто знает, может быть, у нас появятся какие-то новые языки программирования, но я боюсь, что я не тот человек, который задает этот вопрос. Альберт, Альберт, не про язык программирования искусственного интеллекта я спрашивал, а про тот язык, на котором искусственный интеллект будет разговаривать с нами, с людьми или с другим искусственным интеллектом. Вы имеете в виду, что типа где-то то ли у Майкрософта два чат-бота начали разговаривать по своему собственному языке. Вот про это, что ли? Альберт, насколько это... например. Слушайте, но давайте так, создание сленгового языка, оно естественно и для людей, и оно рано или поздно возникнет и для машин, потому что они начнут обмениваться своими собственными кодами. Поэтому, я, честно говоря, не понимаю, что здесь обсуждать, но это уже есть. Спасибо. Вопрос от Александра тоже был. Какие ментальные процессы, которые может исполнять искусственный интеллект, вы собираетесь исследовать в вашей программе исследования искусственного интеллекта? Ну, как я сказал, меня очень волнует вопрос, я, может быть, скажу прям совсем откровенно, очень волнует вопрос лжи, очень волнует вопрос достоверности окружающего мира. И вот этот вот фильм 77-го года, который я показывал, он на самом деле здорово показывает, что одно дело, когда вы общаетесь с чат-ботом, и совершенно другое дело, когда вы общаетесь с личиной, как они называют в этом фильме, которая тоже с вами общается. Как мы изменим тест тьюинга, если мы вместо стены и компьютерного интерфейса, телетайпа в том или ином виде, мы подтянем все-таки настоящего аватара, который ничем не отличается от нас с вами. А вот я здесь не могу не... Да, я просто не могу не удержаться, вы сказали про ложь, а я тут же вспомнил, что, в общем, прорывным результатом Владимира Лефебра в свое время, когда он занимался разработкой искусственного интеллекта для отечественной оборонки, было то, что он осознал, что настоящий искусственный интеллект должен уметь лгать. То есть, коварство, коварство, то есть, он должен уметь обладать коварством, и только тогда он в состоянии будет действительно имитировать человека и, собственно, состязаться с ним. И получается, что без этого никак не обойтись. Причем... Можете прокомментировать? Да, конечно, могу прокомментировать, просто, наверное, ну, безусловно, Лефебр очень уважаемый человек, но он просто прочитал Ауна Тьюинга, а в Тьюинговом тесте, напоминаю, написано же, что как раз компьютер должен все время обманывать судью, доказывая, что это не женщина, а мужчина. В этом смысл был Тьюингового теста. Тьюинг с самого начала говорил, что обман. Вот что является показателем интеллекта. Вопрос от Владимира Смолина. Мы уже много лет носим в кармане мобильник, вполне продвинутое и не антропоморфное устройство. Стены уже нет. Что еще осталось? По крайней мере, штаны между Владимиром и его мобильником. Вот. У меня более серьезный вопрос. Вот. Вы сказали, что 5-10 лет. Вот. А я, значит, историю про 5-10 лет от вполне уважаемых в мире IGI людей слушаю уже, наверное, ну, уже скоро 25 лет. Вот. С одной стороны. С другой стороны, вот буквально сегодня в Фейсбуке, значит, Карелов Сергей сделал, значит, очередной репост какой-то статьи про то, что все, очередной раз, значит, все эти GPT-3 уперлись в потолок и скоро вычислительных не будет хватать. Вот. И с одной стороны, и с другой стороны, скоро электричество потребляемое GPT-3 переплюнет вообще майнин биткоина. Вот. И что это вообще уже дорога в никуда и зеленая энергетика требует вообще уйти от этих безумных расходов на глубокие нейронные сети и трансформеры. вот с этой точки и наконец вот у нас в группе здесь только ленивый не говорит о том и, кстати, вот, может быть, вы видели прекрасную беседу с Шавриной и Ландо, которые, сказать, открытым текстом говорили, что ничего, никакого интеллекта в этих глубоких нейронных сетях нет. Соответственно, на чем лично ваши надежды на 5-10 лет основаны? надежды, я не буду говорить надежды, ожидания, скажем так, аккуратно. Попытаюсь сформулировать это. Значит, вот в первой части своей диссертации я затронул вопрос технологических барьеров. Значит, и я эти барьеры все-таки, вот моя сфокусированная диссертация была на робототехнике. И это, ну, я немного разбираюсь в этой области, пока не имею практический опыт. И мне кажется, прогресс наступит тогда, когда мы научимся сочетать сенсорный опыт, который получает машина, с опытом осмысления. Значит, когда мы пытаемся все, прости меня, Антон, моделировать в виртуальной среде, мы сталкиваемся рано или поздно с физическим миром, и, образно говоря, словами Брюса Ли, доски не дают сдачи. Физический мир, будучи воспроизведенным в симуляционной среде, он нам никогда не даст сдачи. Он настолько к нам прекрасен, любит нас, что мы не получаем того необходимого опыта, который получает маленький ребенок, когда он обжигается, когда он спотыкается, и так далее. к вопросу бэби-теста тюинга. Поэтому нам кардинально необходимо учитывать в одном электронном мозге нейронной сети, имени шау, еще что-то, в одном мозге и сенсорный опыт, и опыт осмысления вот этих невероятно больших объемов данных. Я не знаю, что это будет. Это будут глубокие нейронные сети, или будут какие-то другие нейронные сети, или вообще даже нейронные сети, и тот же Шердлю, который был построен на абсолютно другом логико-репрезентативном подходе, символном понимании искусственного интеллекта. Я не знаю, что это будет. Но мне кажется, смысл дальнейшего движения в сторону подлинного EGI, подчеркиваю, не симуляции, а подлинного EGI, заключается именно в трехчастном подходе, который смещает эти три важные вещи. Первое – это логико-репрезентативный подход, который родился вместе с понятием искусственного интеллекта. Второе – это коннекционизм, который сейчас невероятно популярен в искусственном интеллекте. Все вот эти модели GPT – это все коннекционизм. И третье – это телесно-ориентированное, то, что называется embodied intelligence. Когда мы научимся сочетать в одной методологии все три, мне кажется, мы начнем идти к результату намного быстрее. Спасибо. Ну, вот у нас тут снова был вопрос по поводу того, что может быть эмуляция физического мира, но на эту тему вы ответили уже несколько раз. Дальше следующая уже критика пошла от Владимира Смолина. Это страшное ментальное противоречие ученика Дубровского и фаната Тьюринга. Информация невозможна без носителей и компьютера универсальный исполнитель алгоритмов. Следствие нужна именно программа для существующих компьютеров. В каком смысле вы, Альберт, понимаете высказывание Серля про необходимость новых устройств? Высказывание Серля про необходимость новых устройств? Мне кажется, он не так сказал. Ну, по крайней мере, я процитировал его, мне все-таки кажется, ближе к самому Серлю. Серль сказал следующее. Интеллектом пониманием может только и обладать компьютер. Если вы прям залезете в его статью, то вы видите, он примерно сказал это. Он что-то про новое устройство ничего не говорил, простите. Владимир, у вас есть комментарии или уточнения? Есть, конечно, комментарии уточнения. То есть, конечно, информация по Дубровскому уже, она не может существовать без носителей. Тут с ним особо никто не спорит, хотя он упорно это доказывался. И в чем смысл тогда Серля? Конечно, если вы знаете учение Дубровского, я не думаю, что вы с ним спорите, что, конечно, без устройства никакой информации не будет. То есть, божьего духа, может быть, я не буду обсуждать вопрос, есть ли он или нет, но мы его моделировать точно не можем. Поэтому, конечно, программа без компьютера она существовать не может. Но в чем смысл вы находите фразу сервису? Я теперь понял. Я ее появил, потому что, смотрите, Серль говорил, что для понимания нужен физический объект. Я, может быть, сейчас даю свою интерпретацию того, что сказал Серль. Но он сказал следующее. нолики и единицы, которые есть в компьютерной программе не обладают пониманием, точно так же, как не обладает никаким пониманием китайская комната в его интерпретации. но вполне он допускал возможность, что физический объект, в котором эти нолики и единицы работают, бегают, не знаю, с электронами вместе, значит, в полупроводниках, он может обладать пониманием. Вот. Но это, опять же, моя интерпретация того, что он сказал. И просто она очень резонирует с тем, что я сказал, потому что для меня очень важен физический аспект. И мне кажется, сейчас мы входим в какую-то очень такую, знаете, очень вязкую плоскость вею-не вею, значит, но я глубоко вею то, что без телесного воплощения нам получить машину, которая нас понимает и тем самым делает нас счастливыми, мы не можем. Спасибо. Комментарии от Игоря Романенко для каждого вопроса всегда найдется такой ответ, что будет в полной мере отвечать на вопрос. В любом случае при наличии вопроса любая система сможет прийти к ответу при наличии какого-либо фидбэка в теории, даже простым перебором. Для правильного тестирования система либо не должна получать никакого фидбэка о том, насколько правильно она ответила, либо же нам надо будет всегда генерировать уникальные данные. Ну, чтобы, как я понимаю, не случилось пресловутого оверфитинга. В остальных же случаях при достаточном количестве итераций при тех же вопросах система всегда придет в такое состояние, что сможет на 100% удовлетворить эксперта. Ну, есть как бы нечего, нельзя, нет комментариев, да? А вы знаете, у меня еще есть такой вот вопрос на уточнение к вопросу об эмбодименте. Я правильно понимаю, что с одной стороны нам действительно эмбодимент не нужен, да? То есть, грубо говоря, если нам нужен пациент для ухода там за больными в клинике, да, то вроде как эмбодимент не нужен, главное, чтобы, значит, уколы аккуратно ставило, да? Ну, разве что с точки, если выяснится, что все-таки приятные девушки, пусть даже роботу, значит, больные. Вот, Антон, даже вы здесь, смотрите, значит, я немного разбираюсь в робототехнике, поэтому, когда мы исследовали вопрос, а как уколоть человека, взять у него кровь с помощью робота, значит, беседы с докторами, людьми, которые погружены вообще в технологическую вещь в медицине, говорят, мы позиционировать робота так, что можно взять у него кровь, вообще без вопросов, это прям, ну, считайте уже решенная задача, самая главная задача, это как внушить пациенту так, чтобы он не волновался, а вот это вот как раз мы не сумеем сделать никогда, если мы просто на него двигаем, я не знаю, какую-то штуку, в которой ему укол делают, и все, не волнуйся, если только мы его не отключаем с помощью наркоза, и для этого нам необходимо продумывать, возможно, не антропоморфные вещи, но все равно те вещи, которые будут вступать в взаимодействие с пользователем, так как ему понятно. У меня, кстати, здесь, знаете, еще сразу тогда вопрос, вот есть такая теория про зловещую долину, что на самом деле роботы, антропоморфные роботы вызывают отторжение, поскольку, все-таки видно, что это не человек, что это все-таки робот, и возникает страшное ощущение нелюди, что вроде как как людь, но на самом деле нелюди, и от этого еще страшнее, с одной стороны. С другой стороны, я достаточно много общался с роботом Софией, и наблюдал, как люди взаимодействуют с роботом Софией, как они, значит, пытая ее гладят, значит, чуть ли не целуют, и пытаются с ней обняться. И у меня создалось такое впечатление, что робот София, она где-то вот уже близко подошла к тому рубежу, когда люди уже не боятся. То есть, насколько, как вот вы считаете на сегодняшний день, технология, она действительно уже близка к тому, чтобы этот рубеж преодолеть? Да, Антон, совершенно верно. Я так, именно в целом, именно так я и считаю, что мы в нескольких, может быть, десятилетия от этого порога, то есть, он виден. То есть, мы понимаем, что он в целом технологически уже достижен. Не тот технологический стек, который используется сейчас, в том числе для тех роботов типа Софии, он еще не годится для того, чтобы действительно его полностью преодолеть. Но то, что он будет преодолен, нет, меня лично не вызывает никакого сомнения. Вот тут Владимир Смолин прокомментировал, что некоторые живые врачи пугают детей больше, чем некоторые машины. Хорошо. Коллеги, еще есть вопросы к Альберту или комментарии? Нет? Ну, хорошо, Альберт, тогда спасибо вам огромное. Этот вечер доставил мне неизъяснимое интеллектуальное наслаждение. Антон, прежде всего, благодарю тебя за то, что ты поддерживаешь такое прекрасное сообщество. Мне кажется, это здорово. Я бы очень хотел бы быть с вами настолько, насколько это возможно, каждый раз принимать участие в ваших невероятно совершенно интересных дискуссиях. Я тебя прям очень благодарю за то, что ты поддерживаешь. Хорошо. У нас всегда двери открыты. До новых встреч. Спасибо большое. Коллеги, всем спасибо. Альберт, спасибо. Здорово.